Победа в Великой Отечественной войне ковалась не только на фронте, но и в тылу. И здесь неоспорим вклад женщин и детей. Детство Марии Егоровны Федоровой из Марпасадского района тоже пришлось на годы войны. Жительница деревни Ящерина Маринско-Пасадского района Марии Федоровой за 90. Память с годами ослабла, но годы войны она помнит хорошо. Часть детства Мария провела в Сибири, куда сослали ее раскулаченных родителей. Когда началась Великая Отечественная война, девочке было уже 11 лет, и она работала наравне со взрослыми. Мария Егоровна многое рассказывала своей дочери. 13 лет она уже ходила с мужиками лес валить. Валить очень тяжело, конечно, было им, а не дети. Детей мало там было, но взрослые старики были. А потом возили они эти бревна на лошадках. Она рассказывала, как тяжело им было. Мария Егоровна всю жизнь проработала в совхозе. Она признается, что работа давала ей силы, поэтому и детей своих приучила к труду. Летом они в совхозе работали, как она рассказывала. Там тоже вставали очень рано, выходили. Работали до темна, до поздна работали, да. А потом она, когда вышла замуж, родила семерых детей. Тоже все время работала. Сколько я помню, она все время работала. И нас учила всегда работать. Она у нас молодец. Всем детям помогает. Как может. Я горжусь матерью, что она вырастила семя детей и вручили ей медаль материнства. Сейчас у Марии Егоровны 11 внуков, 7 правнуков и 1 праправнук. Счастливая бабушка очень гордится своей большой семьей. А они – ею. Ульяна Пятакова, Алексей Зотиков, Георгий Кривошейн, Республика.